Ну а теперь переходим к новости, которая касается миллионов владельцев сотовых телефонов. В первом чтении принят проект закона, который освободит всех от так называемого мобильного рабства. Операторов теперь можно будет менять практически как перчатки, при этом сохраняя свой номер. Правда, сами сотовые операторы попросили отсрочки. Для чего им нужно время и когда номер станет пожизненным, узнавала Анна Тюменева. Алло, алло, не слышу вас. Даже если качество и стоимость мобильной связи оставляет желать лучшего, не каждый из нас решится вот так взять и поменять оператора. Номер-то ведь жалко. Но оставаться в мобильном рабстве нам придется недолго. Депутаты хотят отменить его уже со следующего года. Алло. Установленный срок 1 декабря 2013 года уже сейчас не устраивает крупнейших операторов. Года слишком мало, говорят они, для того, чтобы закупить, сертифицировать оборудование и модернизировать инфраструктуру. Только по предварительным подсчетам все это обойдется примерно в 12 миллиардов рублей. Операторы мобильной связи требуют отсрочки как минимум на три месяца. Но это не устраивает депутатов. В Госдуме считают, что времени достаточно, да и расходы операторов частично будут компенсироваться из резерва на оказание универсальных услуг связи. На данный момент у нас ведутся технические и организационные подготовительные работы. Разрабатываются предпочтительные оптимальные схемы реализации данного проекта с другими участниками. Мы также по-прежнему прогнозируем уровень востребованности данной услуги ниже, чем среднемировая. Это 2-3 процента от базы, не более того. Однако депутаты утверждают обратное. Перебежчиков будет много, как минимум 3 миллиона абонентов в год. На первых порах поменять оператора и остаться с прежним номером можно будет только в пределах своего региона. Перебежчику нужно будет лишь оплатить около 100 рублей и оформить некое приложение к договору. Однако, как показывает мировая практика, через некоторое время эти платежи, скорее всего, снизятся или вообще исчезнут. Причина – большая конкуренция. Выиграет в итоге тот оператор, у которого будет самое лучшее соотношение качества сети и ценовой политики. Соответственно, тот оператор, который может себе позволить, допустим, сбалансированную политику, в итоге, конечно, приобретет то количество абонентов, которые, в принципе, держатся своих компаний только из-за мной. Полная отмена мобильного рабства невыгодна операторам. Так что, если его и ждать, то не раньше, чем года через два. Если все пройдет успешно, то в будущем принцип переносимости номера может быть внедрен и на фиксированных сетях связи. Продолжение следует...